Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Власть в ответе. Искитимский район». Сегодня у нас в гостях Наталья Ильинична Ромахина, директор комплексного центра социального обслуживания населения Веры Искитимского района. Наталья Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году социальной защите Искитимского района исполнилось 25 лет. Как Вы считаете, какое место занимает Ваш комплексный центр в структуре органов и учреждений соцзащиты? Да, действительно, вышло в феврале 1992 года постановление главы администрации Искитимского района о создании управления социальной защитой населения. Это дало отчет современной истории соцзащиты. Хотя, если говорить о истории социальной работы в России, то ее история исчисляется уже тысячелетием. А мы как-то так традиционно определяем такие значимые наиболее события. Это указ 1701 года государя Петра I о передаче ведения домовых святейшего патриарха богоделин для нищих, для больных и престарелых. И ориентируясь на эту дату, это произошло 8 июня 1701 года, в 2000 году президент России Владимир Владимирович Путин издал указ о праздновании Дня социального работника. Именно 8 июня с 2001 года уже празднуется День социального работника. Ну а если говорить о наших датах районных, то это действительно. Управление социальной защиты было создано в 1992 году, поэтому в этом году мы празднуем 25-летие соцзащиты. Хотя и до этого существовали структуры государственные, которые занимались социальной помощью населению. Не зря еще старые люди, которые приходят и так просторечно говорят, ну вот в Собес пошла оформлять там чего-то. Это выражение действительно использовалось, потому что после революции был создан Народный комиссариат социального обеспечения, а потом и Министерство социального обеспечения. Ну это, так сказать, очень коротенький такой ракурс. В созданном управлении социальной защиты в 1992 году было два отдела. Это пенсионный отдел, который позже выделился в самостоятельную структуру, и, как известно, это сейчас управление пенсионного фонда Российской Федерации. А тогда это был пенсионный отдел в Собесе, а потом в управлении соцзащиты, при котором действовала служба социального обслуживания на дому. Она позже стала основой наших отделений социального обслуживания комплексного центра. И второе подразделение, второй отдел — это отдел социальной поддержки населения. Это прообраз нашего будущего отдела срочной социальной помощи. Ну и непосредственно в настоящее время в структуре социальной защиты населения мы выделяем три подразделения. Это территориальный орган Министерства социального развития, отдел пособий и социальных выплат из Китимского района, который занимается непосредственно оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям, льготным категориям населения, малообеспеченным семьям с детьми. Они производят выплаты. Более ста выплат, которые получают семьи с детьми, еще раз повторяюсь, и отдельные категории населения. Второе подразделение — это отдел социального обслуживания населения, администрации района. Он осуществляет выполнение отдельных полномочий государственных, которые на уровень района переданы. Ну и, наконец, комплексные центры социального обслуживания населения. Я говорю, структура принятая везде, во всех районах. Так вот, КЦСОНы — это непосредственно те, кто доходит до наших непосредственно нуждающихся в социальной помощи людей, до их домов, приглашает их к себе и предоставляет социальные услуги необходимые и оказывает необходимую помощь. За прошедшие четверть века что изменилось в работе комплексного центра? И какие изменения произошли в последнее время, может быть? Ну, понятно, что каждый период времени он определяет и свои приоритеты. Если мы вспомним 90-е годы, вот уже мы вспоминали 92-е, когда было создано управление соцзащитой, и последующие годы время было тяжелое. И именно велением времени тогда на подразделение соцзащиты была возложена очень серьезная ответственность за судьбы тех людей, которые не по своей воле попали в беспомощное положение, в трудную жизненную ситуацию. И тогда, конечно, приоритеты расставлялись таким образом. Необходимо было оказывать срочную социальную помощь. И чаще всего эта помощь была гуманитарная. То, что касается какой-то поддержки еще дополнительно, ну вот тогда такие использовались термины, как купонная система, какие-то талонно-купонные, карточные, целевые какие-то выплаты производились. А то, что касается гуманитарной помощи, ну это тоже история нашего дня. То, что в то время людей надо было поддержать элементарно для того, чтобы они выжили. Время менялось, немного стабилизировалась обстановка в стране. И, конечно, приоритеты и акценты расставлялись уже по-новому. Стала оказываться адресная социальная помощь, ориентированная уже на конкретные категории, нуждающиеся в такой помощи. И непосредственно оказываемые этим категориям. Но адресная помощь сохранилась и по сегодняшний день. Но какие приоритеты тоже существуют. Важно дать человеку, как в пословице говорится, не давай человеку рыбу, дай человеку удочку, для того, чтобы он сам потом смог себе оказывать помощь. Я расскажу только об одном моменте такой адресной помощи, в котором участвует комплексный центр, как третье лицо. Это так называемый социальный контракт. Министерство социального развития через свои территориальные органы, через отделы пособий, выделяет нуждающимся гражданам денежную сумму на развитие либо личного подсобного хозяйства, либо еще развитие какого-то дела, которое должно вывести семью, предположим, из трудной жизненной ситуации и довести до уровня самообеспечения. У нас район сельский, и поэтому чаще всего граждане и семьи пишут заявление, когда заявление пишут на социальный контракт, они составляют небольшой бизнес-план, то есть как предполагается выйти из создавшейся ситуации, и чаще всего просят деньги на корову. И вот с 2014 года, когда этот проект был еще пилотным, и по сегодняшний день уже более ста семей, отдельные граждане из Китимского района получили такой социальный контракт. Репортажи об этом постоянно идут, есть положительные опыты, есть и не очень положительные, но тем не менее это как раз вот та возможность, когда люди хотят сами выйти из трудного создавшегося положения и выйти уже на уровень самообеспечения. Это вот то, что касается адресной помощи. Ну а наш КЦСОН, он образовался в 1998 году, то есть до этого в управлении, как я уже говорила, существовали подразделения, это надомные обслуживания, это вот срочная социальная помощь, это отделение реабилитации, а потом уже велением времени надо было, чтобы подобного рода подразделения были самостоятельными и осуществляли свою деятельность уже в соответствии с целями и задачами, которые прописаны в уставе. А с 2015 года организации, подобные нашей, по федеральному закону стали называться поставщиками социальных услуг, они вносятся в государственный реестр и осуществляют свою деятельность уже с четко определенными требованиями. И работаем мы с нуждающимися и обращающимися к нам за услугами на основании договоров. К сегодняшнему дню надо сказать, что КЦСОН Вера — это очень авторитетная организация со штатной численностью 180 человек, которая осуществляет целый комплекс социальных услуг. И наши специалисты разной направленности, они владеют и современными технологиями социальными, и инновационными какими-то формами и методами работы. Все это притворяет жизнь. Ваши специалисты. Давайте поговорим о социальных работниках. Какими чертами, характерами должен этот человек обладать? У нас работает очень много разных специальностей. В зависимости от того, насколько крупный комплексный центр, какие в нем есть подразделения. В нашем, кстати, пять филиалов и три отделения, которые локализуются по месту предоставления услуг, то есть в районе, не только в Искитиме, но и в населенных пунктах района. И у нас работают и специалисты по социальной работе, и педагоги, и психологи, социальные педагоги, воспитатели, медсестры, санитарки. И список этот можно продолжать. И, конечно, требования к каждой этой должности — свои квалификационные требования. Но вот действительно то, что объединяет всех тех, кто приходит к нам работать и кто у нас работает, — это качество характера. Здесь даже говорить нечего. Люди, помогающие профессии, так в общем и целом называется это направление, они должны обладать личностными качествами, прежде обладать определенным уровнем гуманности, уметь сопереживать чужому горю. Уметь трезво и конкретно оценивать ситуацию, конкретно для того, чтобы оказать конкретную помощь. Не просто попереживать вместе, а для того, чтобы оказать конкретную помощь. Ну и, конечно же, человек должен быть эмоционально уравновешенным и спокойным. Но если приходят люди другого склада, они просто у нас долго не задерживаются. Каждый может попасть в трудную ситуацию, от этого никто не застрахован. Как и какую можно получить помощь в вашем комплексном центре? Ну, как получить помощь? Для этого надо обратиться к специалисту по социальной работе в своем населенном пункте. Как правило, наши специалисты располагаются в зданиях администрации сельских советов и там же ведут свой прием. Обратившийся человек со своей проблемой анализирует вместе со специалистом, в каких услугах он нуждается и в какое подразделение ему обратиться, потому что это могут быть не только услуги нашего комплексного центра, а, предположим, необходимы какие-то выплаты, необходима еще какая-то помощь социальная, консультация и так далее. И специалист уже подскажет, в какое подразделение обратиться. То, что касается получения услуг в нашем центре, ну, так же, впрочем, как и во всех других, общий порядок такой. Человек обращается с заявлением в отдел социального обслуживания населения, так называемый уполномоченный орган. Отдел социального обслуживания населения признает этого человека нуждающимся в социальном обслуживании и разрабатывает для него индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В зависимости от того, в каких услугах нуждается этот человек, уже после этого дает направление в то или иное подразделение нашего центра. Если это, предположим, по направлению МСЭ, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, если это инвалид, нужны услуги человеку с инвалидностью, то это наши филиалы отделения социальной реабилитации инвалидов и отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в рабочем поселке Ленева. Там услуги предоставляются в полустационарной форме, то есть на день приходит или приезжает человек или родитель со своим ребенком и получает услуги. Если необходимо определить нуждающегося престарелого немощного человека в стационарное учреждение, то либо это наше отделение милосердия на станции Евсина, отделение милосердия для престарелых инвалидов на станции Евсина, либо любое другое аналогичное подразделение в Новосибирской области. Здесь в зависимости от того, где есть место. Социальные услуги на дому предоставляются непосредственно в самих населенных пунктах. Оказание срочных социальных услуг, отделение, которое оказывает срочные социальные услуги, находится в Искитиме, так же как и отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, находится в Искитиме по адресу Пушкина, 57А. Это двухэтажное здание, очень удобно. В этом здании расположены все подразделения соцзащиты. То есть и вот наши аппарат комплексного центра, вот два этих отделения, которые я назвала, отдел пособий и социальных выплат, и отдел социально обслуживания населения. Кроме того, здесь еще отдел опеки и попечительства, и комиссия по делам несовершеннолетних. То есть человек приезжает из села, и он в одном месте может решить все свои дела, решить все свои проблемы. Ну а более подробно узнать о наших услугах и вообще о нашем комплексном центре можно на официальном сайте в поисковике задать комплексный центр Вера Искитимского района и получить ссылку на наш сайт. На ваш взгляд, что является самым важным в работе комплексного центра? Ну вот для меня, как для руководителя, самое важное и основное — это, конечно, стабильность в работе. Стабильность в работе коллектива. Времена не совсем простые, ну, впрочем, они всегда были непростые. Поэтому это сохранение коллектива, это исполнение, безусловно, исполнение моих обязательств как работодателя. Это преумножение результатов нашей работы. А что это значит? Это то же самое неукоснительное и качественное, своевременное исполнение социальных услуг в соответствии с потребностями нуждающихся в социальных услуг надлежащего качества. Наша программа выходит в эфир накануне праздника, Дня социального работника. Что бы вы хотели сказать своим коллегам в этот день? — Поздравить своих коллег и, прежде всего, ветеранов, тех, кто для нас создал основу нашей работы. И, конечно же, пожелать всего самого доброго и искренние слова благодарности и пожелания всех благ всем тем, кто 25 лет назад стоял у истоков создания современной истории соцзащиты. Это Нелли Алексеевна Белова, которая была тогда назначена начальником управления соцзащиты, приняла на себя вот эти самые трудные 90-е годы и долгие годы еще возглавляла соцзащиту. Более много вложили в развитие соцзащиты и у истоков становления. В районе стояли Лариса Васильевна Бурлакова, Зоя Ивановна Моисеева, Галина Гавриловна Бас, Галина Александровна Иллистратова, сейчас они все ветераны, Людмила Алексеевна Неевина. Первым директором комплексного центра была Тамара Васильевна Седоплатова. Тоже всегда с уважением вспоминаем и приглашаем на свои мероприятия. Много лет комплексному центру отдала Ольга Иосифовна Кунгурцева. Мы, несомненно, всех их пригласим на праздник, но хотелось бы, чтобы наши люди знали, что именно они заложили нам основу стабильной соцзащиты, привычной такой термин, который сменил слово «собес» — соцзащиты, и благодаря чему мы можем сейчас очень квалифицированно оказывать помощь всем нуждающимся. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Наталья Ильинична Ромахина, директор комплексного центра социального обслуживания населения «Вера» из Китимского района. Наталья Ильинична, спасибо за интересную беседу. Наша программа подошла к концу. А я с вами прощаюсь, уважаемые телезрители. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова